...традицию будет испытывать уют, де-факто. Нет, вообще, на самом деле, есть подозрения, что для них и была ваша музыка и музыка какого-нибудь очень тонального и красивого звучат, абсолютно одинаково по-марсиански, да? Ну да, если мы согласимся китайцам с их тональностью или арабацией с другими народами, ничего, никакого комфорта у них не будет. Есть какие-то очень яркие примеры серверных народов, у которых холоды строятся всего из двух звуков. То есть у них, в принципе, в природе нет понятия трезвучия. Там у них все биски на двух нотах. Но никто не больше должен покидать нашу европейскую зону комфорта. Я когда слышал вчера музыку «Ловик 7», потому что есть очень четкий знак того, что он в Европе, а не в Киеве, да? Потому что он, если бы вы жили еще в Восточной Европе, да? То есть у вас бы, когда он запеет, там будет лично колокола, но у вас колокола приглушаются. Это как раз и есть рефлексия европейская, да? То есть если вы не давите себе вашу украинскую и русскую душу, значит, я уже делаю на полную катушку из себя. Вот так и не портится. Мне это уж пора. И не то, что все колокола приглушиваешь там всегда заглушаются. Тоже немножко от формы вам уйдет. А если европеец, наоборот, начнет рефлексировать про русский? Получится, не бюси. У меня сложно анализировать себя, где я себя сдерживаю или нет. Не знаю, это уже подсознательные процессы. Да, давать себе, я думаю, что полную эмоциональную свободу без какого-то минимального эмоционального контроля это для композитора на лучший путь. Именно сейчас на лучший путь. То есть вы просто понимаете, что сейчас такое не носят, а во времена хаванщины наоборот, эти колокола... Мне очень было важно найти совершенно другое звучание колоколов, в том числе, как бы электроагустическое в каком-то смысле, которое идёт иногда в разрез с тем, что происходит в хоре. Добавить другой пласт, с другим временем, с другим реальным принципом. Что это? Меня восхитила сложность нашей музыки. Я смогла бы все другое кормить. И так получилось, что последнее сочинение хора, которое я слышал на видео, оно написано для любительского хора. Четвертоносного вообще. Плюс ещё одно сочинение. Это был фестиваль «Клаватика» Разбор премьеры «Скопичного концерта» в «Варкадзе». Там было сочинение на текст-попрессе для двух фортепиано, ударных и тоже хора. И одна у меня мысль очень пересекается с вашей работой. Потому что я подумал, насколько все-таки Фуров фантастический мастер, потому что он, там или другие бы композиторы сделали какой-то винегрет из ударных, безумные, а он ограничился очень-очень точными ударами, или какими-то красками, типа совмещения басовой голосовой маримбы, басовой же, или совмещения каких-то акцентов. То есть мы очень-очень лаконичны. И в этом, как бы, в лаконичности, я услышал, как раз в партитуре Алексея, какие-то элементы, ну это хорошее, то, что там, что ты заинствовал в руках, какие-то вот элементы точности выбора приемов, да, я услышал, как бы, в партитуре Алексея тоже. Поэтому я сложил смолст. Я бы хотел просто несколько слов сказать о нем. Я учился на него год, ну и сейчас мы дружим просто встречаемся. порой. Подивительным образом, вот Эд, он неистик педагога, который, как бы, будет с кем-то целенаправленно и долго заниматься, и он, честно говоря, что педагогическая деятельность не совсем его. Но у него потрясающая интуиция и опыт, и он очень быстро, при первом прослушивании показе, он говорит, это не ты, ну то есть это не органично той эстетике, которую ты нащупываешь сейчас. И он постоянно тоже говорит, ты должен найти вот, ну, воздух для каких-то вещей. А это мы уже сто раз слышали. Он говорит, ну подумай просто. И он такими небольшими ограблениями, и он, удивительным образом, он всегда находит те места, которые ты сам лично подсознательно или сознательно сомневаешься. А вы при этом сами, ну то есть он говорит, это не вы, а вы сами в этот момент понимаете, кто такой вы в композиторском смысле? То есть что такое вы, и где вы от него отклоняетесь? Ну окончательное понятие это никогда невозможно. Это мы, собственно, всю жизнь не проявляем и ищем, кто есть мы. Ну вот, как я уже сказал, умение педагога-композитора не анализать свою волю, а услышать именно что свойственно студентам. Вы при этом чувствуете свое поле, то есть то пространство, которое вам интересно, или, например, у вас хорошо получается. То есть там, где вам классно, в отличие от другого, где вам не классно, не интересно, вообще не ваше. Да, это процесс оперативного. Просто особенно в юном возрасте нужно пробовать очень много и пройти все техники, и зоопарты. Но от противного ты просто чувствуешь неорганику красивую. И мне было, например, я вот пять лет прожил и учился в Швейцарии, и почему мне там было не уютно? Потому что там мы музыку часто воспринимали, как говорили, фильм музыки. То есть музыка, какой-то намек исторический, или что-то еще с тональностью. Я просто уставал, чтобы доказывать, я просто молчал, и вот Гэр, пожалуй, первый человек, который он сам сказал, что что-то произошло сейчас. Он сказал теми словами, которые у меня постоянно происходят, что-то произошло. Многое музыка, школы какие-то там, Дармштадт или еще что-то, французское, блядь, все это больше не играет никакой роли. Это те композиторы, многие из которых, я не буду называть, которые были для меня все в молодости, они больше для меня не работают. И если их больше... Вот я даже замечаю, что вот «Бырками» вот ушел, я болез, да, и как будто вот ситуация разрядилась. То есть сейчас у них уже очень много междисциплинарных, каких-то свободных проектов, заигрывали с разными стилями, направлениями жанра. Я вижу в этом только плюс. Мне не нравится эта ситуация в школах, где есть некоторые глава, которые говорят, что есть правильное, что нет.